Уникальная находка вернулась на родину. Миниатюрная скульптура древнего идола, найденная 50 лет назад на реке Вым, находилась на реставрации в Государственном Эрмитаже. И только сейчас, благодаря кропотливой работе сотрудников музея, оригинал представили широкая аудитория. Таисия Шляхтина одной из первых увидела ценную находку. Найденная полвека назад фигурка человечка внешне вряд ли кого может удивить. Ее размер всего-то 6 сантиметров. Удивляет ее возраст, примерно 5 век нашей эры. Нашел скульптуру археолог Григорий Буров на раскопках в Княжпогодском районе. Десятки лет ценная находка находилась в колбе с дистиллированной водой. Фигурка была заражена грибком и уже расслаивалась изнутри. Но благодаря работе реставратора высшей категории ее все же удалось восстановить. Он интересен тем, что это произведение искусства. У нас большей частью произведения искусства древнего населения, которые сейчас находят, они изготовлены из металла, как более долговечного материала. Здесь мы видим достаточно реалистичное изображение человека, стоящего, расставив ноги. Руки у него сложены на груди, на голове виден его головной убор. И это уже не первая находка из Коми, которую Эрмитаж вернул к жизни. Возраст этого экспоната около 7 тысяч лет. Изделие представляет собой фрагмент лыжи с рельефным изображением головы лося. По сути, это памятник древней культуры Коми народа и наши национальные притязания на звание Родины лыж. Весь же фонд археологии насчитывает более 90 тысяч экспонатов. Это повод для новой экспозиции отдела истории. Мы уже приступим к конкретному обсуждению формата этой выставки, насколько она будет большая, будет ли она состоять только с предметов, которые происходят именно с территории республики, или мы возьмем европейский север. На проведение этой выставки руководство Эрмитажа уже дало свое согласие. Осталось лишь поддержать инициативу у нас в Коми. Таисия Шляхтина, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар. Таисия Шляхтина, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.